Всем привет, привет, шалом, шалом, дорогие мои взрослые и дети. И сегодня у меня в кадре книжонка, которая на иврите называется Гаарье Шагавдут. В моем переводе это называется Лев, который любил клубнику. Так, написала ее в оригинале Тирцаатар. Ну, честно говоря, оригинал, в общем-то, как и все оригиналы детской еврейской классики. Какой-то он перекособоченный, называется это стихи. Вот какие-то они такие по структуре не структурированные, никакой системы. Опять же, с рифмами. Ну, да ладно, чего это, поехали. Перевод. Лев, который любил клубнику. Жил-был львенок Лева. Просил он, взгляни-ка, у мамы на завтрак отведать клубнику. Ни каши, ни риса, ни хлеба не ел он, А только клубнику, клубнику хотел он. Пришла мама-львица. Сказала, сыночек, клубники здесь нет. Правда, если ты хочешь есть сливы, Малина, сиропчик смородиновый, А ежели съешь суп, так получишь мороженое. Лева плакал, Лева хныкал, Лева требовал клубнику, Горькие слезы утирал, Жутким голосом орал. Пришли в лес детишки. И с ними проникла в тот город Заморское чудо, клубника. Заморское чудо в корзинках. Ура! И Леве вообще подкрепиться пора. Лева на детишек рыкнул, Угостите, мол, клубникой. Но детишки испугались, И тотчас же разбежались. Корзинки детишек на травке валялись, Мешочки с клубникой из них показались. Наш Лева клубнику скорее собрал. Уж очень он долго об этом мечтал. Он слопал клубнику и думал, горю я. Клубнику я съел, но ее не люблю я. От мамы на и пище зачем я отказывался? Клубника для львов не подходит, оказывается. А что же с детишками? Дома, вернувшись, их мамы спросили, Что хочешь на ужин? Что дети ответили? А? Отгадай! Клубнику, пожалуйста, мама, мне дай. Ну, не знаю я, в чем здесь какая-то особая мораль. Но, в общем, так перевела. Не знаю, мои внучки любят. Детям в садиках читаю это крайне редко. Но тоже вот на ваш суд. Если понравится, буду рада комментариям. Пока-пока! Шалом-шалом! Львы, мои дорогие! Люблю вас, и львицы, и львята. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok